Всем привет! Как меня видно? Как меня слышно? Так, вижу вопросик пошел какой-то. Так, минуточку. Потеряла вопросик. Повторите, какой-то был длинный вопросик. Итак, сегодня у нас с вами вебинар, презентация группы Активного Роста. Всем привет! Все молодцы! У нас очень много призеров и выпускников. Все мы с вами знаем, что выпускники Активного Роста не только получают знания, но и получают дипломы. И скоро мы с директорами эти дипломы будем дарить и очень рады. Итак, смотрите. Фабрика директоров и группа Активного Роста – это, по идее, одно и то же. Там директора рассказывают каждый о своих методах роста, о своих методах рекрутирования, о каких-то своих фишечках, да, в кавычках. И вы всегда будете в курсе всего-всего-всего. Если у кого-то что-то, вот знаете, какая-то фишечка появляется, директор идет и делится именно в Активном Росте для людей, которые уже хотят роста, хотят расти, хотят развиваться и хотят стать директорами. Итак, дорогие коллеги, знаете ли вы, что Фаберлик можно расти быстро, профессионально, строить бизнес в интернете и что у вас пойдет стаж и свой бизнес вы можете передавать по наследству? Поставьте плюсики и минусики. Вы знаете, что компания с уровня вице-директора предоставляет вам официальный договор, где у вас идет стаж. Отлично, замечательно, да. И, конечно, очень здорово, что мы разработали такую систему работы, как работать через интернет, да. Но работать через интернет на самом деле не каждому кажется просто, но есть люди на нашем проекте, директора, извините, которые очень хорошо понимают интернет, да, чувствуют себя там как рыба в воде и делятся с вами своими фишками, наработками и знаниями. И вот как раз мы вас сейчас хотим пригласить на Фабрику директоров и группу активного роста. Значит, такая группа занимается вторник и пятницу в 19.00, то есть 2-3 часа в неделю, в 16.00, простите, тут опечаточка, да, в 16.00 2-3 часа в неделю. То есть вебинар может идти час, вебинар может идти полтора, да, ну, примерно вот так вот. Вот. У кого тишина, перезайдите. Скажите, пожалуйста, всем хорошо слышно? Все работает, да, отлично. И, конечно, за это время вы получите массу информации для работы, именно для роста, да, то есть в активном росте уже мало воды и много дела. Да, вот. Все выпускники таких групп начинают расти и развиваться в разы быстрее, чем те, кто не обучались, это 100%. Требования, конечно, высокие к прохождению в активном росте, да, но вы будете интенсивно обучаться и, опять-таки, выполнять задания. Задания вы будете выполнять такие, какие вам на самом деле помогут в росте. То есть, если вы будете все выполнять и будете внимательны, то ваш рост, конечно же, умножится. Вот. Скажите, пожалуйста, дорогие коллеги, кто готов к интенсивному обучению и к посещению школ через, извините, не через день, а два раза в неделю и выполнению домашних заданий? Поставьте букву Я. Поставьте букву Я. Конечно, тут хочется вам заметить, что наш проект понимает прекрасно, что, например, мы учимся с вами на врача 5 лет, да, 7 лет, мы там с вами учимся на товароведа 3 года, тут мы начинаем зарабатывать прямо в процессе обучения, да. И, конечно, когда вы на простой работе или на обычном земном бизнесе, да, поднимаетесь, то бывают такие случаи, когда люди пытаются вас подсидеть, занять ваше место, может быть, что-то еще. Так ведь? Согласны со мной? А тут каждый директор заинтересован в росте своего новичка, заинтересован в росте своего лидера и будущего директора. Поэтому я думаю, что получать абсолютно бесплатные советы от тех, кто на самом деле растет, это здорово, здорово и классно. Также хочется сделать внеплановое объявление. Почему? Потому что некоторые наши новички считают, что раз обучение бесплатное, значит, оно не очень-то и полезное, да, и начинают уходить на какие-то платные обучения, платят денежки за это обучение. Так вот, совсем недавно у меня новичок пришла и сказала, Анна, я отдала деньги за обучение и поняла, что у вас учат лучше. С одной стороны, это, конечно, приятно, но с другой стороны, мы не собираемся брать со своих директоров деньги и мы никогда не будем брать с наших директоров деньги, потому что чем выше вы, тем больше у нас зарплата, да, то есть чем больше в вашей команде будет директоров, тем выше будет и ваша зарплата. Это бизнес взаимовыручки, взаимоподдержки и нам не нужно брать с вас денежку. Конечно, будет, Танюша, обязательно, да, и нам не нужно брать с вас денежку. И тут еще дело обстоит в том, что вот недавно ко мне пришел новичок и говорит, бесплатный сыр только в мышеловке. Я говорю, ну да, я говорю, конечно, может быть, ты в мышеловке, но ты в очень хорошей мышеловке, и ты тоже будешь хорошо зарабатывать, и ты будешь довольна работать дома, при свободном графике и без риска того, что там тебя подсидят, и ты будешь очень рада нашему дружному, классному, сплоченному коллективу. Расписание вебинаров будет примерно таким. Вебинары могут корректироваться или добавляться, да, то есть примерно два каталога, два-три каталога ведет круг по активному росту. Попасть в него можно в любое время и начинать выполнять задания. Значит, вебинары будут на разные темы, такие как тайм-менеджмент, мотивация, планирование, работа в Одноклассниках в Несколько Частей, ВКонтакте несколько частей, Фейсбук, работа с телефона, раскрутка групп в разных соцсетях, рекрутинг в Инстаграм, да, все вы знаете, что сейчас очень актуально стало рекрутировать в Инстаграм, и мы очень любим эту соцсеть. Личный бренд, да, это как раз-таки идут регистрации на автомате, ведет директор Алена Гридина. Вот, и, конечно же, как организовывать свое рабочее время, и какие могут быть у лидера ошибки в работе. Заметьте, я говорю лидера, потому что в активный рост есть критерии, о которых мы с вами позже познакомимся. Можно быть в чате Р слушателем? Не поняла совсем вопросов. В чате Р нужно быть не только слушать, но и выполнять задания, чтобы был результат. Мы с вами пришли быть директорами, а не слушателями. Даже есть прища такая, да, сколько бы вы книг не прочитали, но если вы будете только читать, смысла от этих книг вам никакого нет. Да, вы будете мудры, вы будете умны, у вас будет много-много знаний, но только желание, закрепленное действием, равно результату. Так ведь? Вот, значит, что с вами, пойдемте с вами дальше, да. Также нам Рубиновый директор компании Фаберлик расскажет, кто такой лидер компании Фаберлик, что он должен знать и как консультант-лидер может наладить свой рабочий процесс. Также, что мне помогает расти, как открыть пункт выдачи, а потом, значит, я лидер Фаберлик. После директорский маркетинг план, накопительный эффект работы, в чем он заключается, где нужно быть терпеливыми, а где, наоборот, ждать не стоит. Далее, значит, пункты выдачи и открытия ИП, и углубленная работа с распечатками, и работа с вебинарной комнатой. То есть вот такая вот у нас, вот такой вот будет круг активного роста, но мы можем еще добавлять вебинары, если вдруг появится, допустим, круг активного роста не кончился, вебинары, к примеру, к одноклассникам уже прошли, но вдруг появляется директор, который говорит, «Ребят, я нашла суперский метод работы, я хочу им поделиться», и мы его ставим внепланово на такой, на активный рост. То есть, да, вы меня сейчас поняли, поставьте, пожалуйста, плюсики. Вот, значит, заметьте, и это очень важно сейчас понять, что с нами будут делиться знаниями только те лидеры и директора, которые получили хорошие результаты по своей работе. Да, то есть получаем знания от лучших из лучших, задаем вопросы лучшим из лучших, и, конечно же, все мы это с вами получаем бесплатно, за это платить не нужно. На каждом вебинаре вы будете получать задания, которые помогут вам правильно организовать свою работу, то есть закрепить свои знания, да. К примеру, если вы, да, допустим, прошел вебинар, как работать с распечатками, вас попросят их распечатать и отписаться, что у вас получилось, что у вас нет, да, чтобы была не только теория, но и была практика. Заметьте, что вебинары ведут только те директора, которые самостоятельно добились успеха, да. Как вы знаете, на проекте есть директора, которым повезло, они попали под поток, стали директорами и все. А есть директора, которые самостоятельно растут и очень много знают, и очень много могут дать знаний, и такие директора менее подвержены стрессам, и, конечно же, они будут вас учить тоже быть стойкими, сильными и быстро растущими лидерами. Итак, критерий на вступление. Оформление заказа ежекаталожно от 25 баллов и 5 регистраций ежекаталожно у вас должно быть, чтобы вы или состояли в активном росте, или в него поступили. То есть, если у вас с момента регистрации вы оформили 25 баллов заказ, и у вас было 5 регистраций, то отпишитесь своему директору, отпишитесь своему наставнику, и мы вас обязательно примем в чат активного роста или фабрики директоров. То есть, активный рост – это Анна Кононова, чат фабрика директоров – это Татьяна Сафронова. То есть, да, домашнее задание будет как в школе, это на самом деле так, но я думаю, что вот у нас есть новички, которые проходили 2-3 круга в активном росте, я вам хочу сказать, что они пододвигаются к серебру, потому что когда простой новичок, который только провел 5 регистраций, не знает, как обучать, как сопровождать, как воодушевлять своих лидеров, новичок не знает, как находить как можно больше регистраций, чтобы его структура умножилась и все такое прочее. И вот как раз школа активного роста делает новичка замечательным, да, сильным топ-лидером. И, конечно, третий этап обучения – это у нас с вами уже с уровня 12% полноценные топ-лидеры, да, которые уже забирают свою объемную скидку, то есть делают заказ от 50 баллов, да, которые уже зарабатывают денежку, и уже им осталось 2-3 каталога до открытия ИП, да, до заключения договора с компанией и до того, как у них начнет идти трудовой стаж. Вот. Значит, конечно же, критерии наступления еще будут таковы, что выполнение заданий и посещение вебинаров. Обязательное посещение вебинаров или смотреть в записи. Понятно, что когда вы смотрите в записи вебинар, то вы не сможете задать вопросы этому человеку, а когда вы присутствуете вживую, там, если вам что-то непонятно, вы можете задавать вопросы, и вот живое присутствие – это самое-самое классное. Но даже если вы пропустили вебинар, и вам пришлось его смотреть в записи, я тоже думаю, что переживать не стоит. У каждого из нас есть директор, который в курсе всех событий, прошел не один круг активного роста, да, прошел уже школу для топ-лидеров, и, конечно же, он может вам помочь и словом, и делом, ваш директор. Вот. Итак, значит, давайте с вами немножечко посмотрим, куда мы идем, и какие наши шаги будут за директорством. Мне очень хотелось с вами это рассчитать. А тут идет ваша работа как двух рук, да, то есть только вы, компьютер, и все, без команды. Вот мы посчитали, да, то есть у нас есть рекорд 53 дня с момента регистрации, открыла директора, да, есть у нас рекорд, конечно, и за год открывает директоров, да. Во-первых, вы должны сейчас понимать, что как вам комфортно, так вы и растете, да, то есть вас никто не подгоняет, вы сами себе начальники. Но в этом-то и минус нашего сетевого маркетинга, что мы сами себе начальники, и некоторые не могут самоорганизоваться и не могут себя подопнуть для того, чтобы ежедневно выполнять какие-либо действия, да, как на работе, да, на работе. Норму не сделал – штраф, опоздал – штраф, да, то есть не делаешь постоянно норму – уволен, да. Вот, конечно, в сетевом маркетинге этого нет. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны это плохо, потому что люди не совсем умеют себя самоорганизовывать. И я думаю, что вот сейчас наш с вами разговор вам поможет кое в чем. Поэтому смотрите, чтобы вы видели свой путь немножечко дальше и понимали, куда вы идете и для чего нам надо много рекрутировать и для чего нам нужно знать, как рекрутировать во многих соцсетях. Во-первых, когда мы с вами рекрутируем только в одной соцсети, то у нас с вами что получается? Не дай бог что-то с соцсетью, не дай бог там заблокировали странички. Все мы знаем, что блокируют из-за того, что в Одноклассниках и ВКонтакте, да и везде во всех соцсетях есть платная реклама, а мы ее обходим и им ничего с этого, да, то есть мы зарабатываем для них, у них бесплатно, да, вот из этого идет блокировка. На самом деле сетевой маркетинг, он внесен в реестр всех профессий, и мы с вами делаем абсолютно легальную работу, да, которая идет в реестре профессий. И называется она менеджер сетевого бизнеса, поэтому ни за что не переживайте. Итак, смотрите, перед нами с вами сейчас расчет ежедневного шага, прирост по баллам личная работа, да, то есть две руки, компьютер и все. Чтобы стать директором, как все вы знаете, нужно создать товарооборот 3000 баллов. Что такое 3000 баллов? Во-первых, мы с вами должны понимать, что 3000 баллов – это 60 человек, которые в вашей структуре сделают, к примеру, по 50 баллов. Или 300 человек по 10 баллов, да, смотря как вы умеете преподносить все акции и подарки и так далее, да, такой у вас и будет оборот, поэтому знать акции и подарки – это очень-очень важно. Далее, значит, если вы хотите стать директором за 3 каталога за 63 дня работы, то сейчас мы с вами окунемся в такую вот статистику. Чтобы стать директором за 3 каталога, вам нужен ежекаталожный прирост сколько? 1000 баллов. Логично? Логично. Если учесть статистику, то каждый четвертый, примерно зарегистрированный, делает заказ. То есть средний заказ примерно идет у человека 20-30 баллов, да, то есть и вот тут у меня расчеты из 20 баллов, то есть я взяла самый-самый минимум, да, то есть заказ делает каждый четвертый и то на 20 баллов. Вот этот вот самый минимум вы должны понимать, потому что если вы умеете преподносить все акции, программы, подарки и знаете, что за 50 баллов лидер получает огромную кучу подарков, да, допустим, скидку 26% от цены каталога в следующем каталоге, да, он получает более, он получает 3 подарка по программе Faberlic Club, он может забирать стартовую программу за 99 рублей, но там, в общем, очень много, очень много привилегий, да, он забирает свою объемную скидку за свою структуру, если он выше 3% и так далее, да, но сейчас мы берем 20 баллов, да, это более-менее распространено. 1000 баллов мы делим на 20 баллов, да, и у нас с вами получается как раз-таки такая сумма 50 человек, и нам надо с вами за каталог зарегистрировать 200 человек, так поняли, да, 200 человек разделить на 20 дней равно 10 личных регистраций. Вот что значит директор, личная работа за 63 дня работы. Соответственно, если вы хотите стать директором за 5 каталогов, вам нужно регистрировать 6 человек в день лично, да, если вы хотите стать директором за 15 каталогов, это 10 с половиной месяца, вам нужно регистрировать 2 человека лично в день. Итак, скажите, пожалуйста, вам нравятся расчеты? Нравятся? Вам не кажется слишком долгим путь? Много слишком? Нет, вот, 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 начали вылазить честные умнички. Я считаю, что много кто сейчас был шокирован над этими расчетами, и если мы с вами собственноручно находим 2 регистрации в день, и не обучаем лидеров, не зовем их, не рассказываем про акции, про подарки, то у нас с вами что получается? Получается, что мы не понимаем, что один в поле не воин, или воин, но очень долго. Заметили это, да? Да, в шоке просто. А я вам сейчас предлагаю понять одну классную фишечку. Поэтому мы с директорами проекта сделали второй уровень обучения, и он будет не только для вас, но и для ваших новичков. Вам нужно как можно быстрее сделать так, чтобы ваш лидер понял, как регистрировать, как находить регистрации, чтобы попасть в активный рост. Как только ваш новичок сделает 5 регистраций и лично 25 баллов, это значит, что он умеет регистрировать, да, то есть техническая часть решена, он умеет делать заказы, он знаком с продукцией, и он уже готов к участию и к обучению более интенсивным, в активном росте, да? И, конечно же, дорогие лидеры, пока мы сами обучаемся, и мы не можем полноценно много дать качественной информации, пока мы сами с вами новички, проект обучит ваших людей за вас и обучат директора уже, у которых есть результат, и которые выросли самостоятельно. И ваши новички быстрее станут директорами именно с группой активного роста, от 5 регистраций. Мы с вами понимаем, что 5 регистраций – это безумно мало, да, только что видели статистику, что это настоящая статистика, примерно каждый четвертый, зарегистрированный через интернет, делает заказ. И это на самом деле 5 мало, но для попадания в активный рост больше не нужно, потому что именно в активном росте мы уже с вами учимся рекрутировать. Так ведь, 5 регистраций, вот. Итак, наша задача сейчас – постараться поскорее их привести в активный рост, и на этом этапе обучения директора обучат ваших новичков. Такая перспектива вам больше подходит, я думаю, да? Да-да-да, я вот тоже думаю, я удивилась, когда все начали ставить плюсики и говорить, что нравится, потому что на самом деле один в поле не воин. А сейчас мы с вами поговорим о видении своей будущей структуры. Если мы будем уделять время для обучения своих новичков, звать их на все проводимые школы, сами будем обучаться и посещать все школы, применять все свои знания на практике ежедневно, да, вот тогда наш рост будет более качественнее. Итак, видение структуры, если вы будете работать вместе со своей командой, не одни, а вместе с теми, кого привели вы или ваши наставники вам. Итак, вы начали активно работать, начали получать по одной регистрации в день, да, к примеру, у вас получается 21 регистрация в каталог. Это примерная статистика, да, одна регистрация в день у человека, который делает 300 человек охвата в день, она бывает легко, да, все были на школе новичка, с чего начинается наша работа. Все слышали рекомендации, охват людей для того, чтобы у вас была одна регистрация в день, минимум 300 человек. Поставьте плюсики, минусики. Кто не был, конечно же, я вышлю запись вам, если это нужно, но в конце вебинара мне напомните, да, вот во вкладочку «Вопросы» можете мне напомнить, выслать запись вебинаров на плейлист. Вот, значит, смотрите, когда мы с вами начинаем активно работать и учимся уже регистрировать людей, у нас с вами получается одна регистрация в день, 21 регистрация в каталог. Будьте готовы к тому, что не все выйдут на скайпе, не все сделают заказ, и не все будут работать. Это нормально, потому что мы регистрируем людей через интернет, и непонятно, кто нам зарегистрировался. Я вам честно признаюсь, ко мне недавно зарегистрировался человек, вроде бы я как бы всех подряд не беру на регистрацию, но тут я тоже вляпалась, и очень интересно вляпалась. Я зарегистрировала женщину, с утра одни маты на меня, прям маты горой. Ну, я, конечно, думаю, то ли в черный список ее занести, может быть, оставить, что случилось, что у вас один развод, один развод. Она вчера вечером в нетрезвом состоянии зарегистрировалась, и там написано, что подарок за регистрацию, то есть если вы сделаете, оплатите заказ до конца каталога, то вам в следующем каталоге положен подарок. Вот это она ничего не увидела, она увидела слово подарок, и она из-за слова подарок зарегистрировалась и сказала, мне подарок нужен сейчас и сегодня, где он, я его требую, я вам отдала свои данные. В итоге выяснилась такая ерунда, что женщина не побоялась дать свои данные в соцсети, она выслала даже паспорт, все, она думала, что ее данные паспорта для чего-то нужны, а я ей дам денег за то, что она мне данные паспорта дала. То есть человеку, понимаете, непонятно, кого мы регистрируем, поэтому не нужно расстраиваться. Иногда мы регистрируем, там пишут, допустим, мне там 25 лет, а на самом деле там ребенок сидит 8 лет, потому что он сидит с аккаунтом мамы или папы и решил втихаря от мамы с папой заработать. То есть всякое бывает, мы с вами не знаем, мы с вами к этому должны быть готовы и должны понимать, что не все сделают у вас заказ и не все будут работать. И это нормальная статистика. Дело не в вас, а дело в том, что поначалу мы с вами можем ошибаться в регистрациях, да что уж говорить, я в сетевом маркетинге, в компании Фаберлик более уже двух лет и все равно ошибаюсь. Вот, значит, если у вас будет работать каждый пятый зарегистрированный, каждый четвертый делает заказ, каждый пятый работает, то это отличный результат. Поверьте просто на слово, потом, когда вы научитесь находить по одной регистрации в день, вы поймете, что рост будет у вас великолепный, несмотря на то, что у вас будет работать всего лишь там, допустим, каждый пятый. Итак, далее. То есть если мы с вами идем по одной регистрации в день, за каталог мы с вами найдем 21 делим на 5, мы с вами найдем 4 активных работающих людей, да. Вот, и также вы, да, вы будете пятым. И за один каталог в нашей структуре появится 5 активных людей, да, эти люди могут уже начинать делать 50 баллов, а это уже товарооборот 6-ти процентного лидера, да, то есть вы создали команду собственноручно одни. Второй каталог, ваша структура из 5 человек, которая сходила на все вебинары для новичков, а также начала регистрировать по 20 человек. Итого в нашей структуре стало 120 человек, но активных прибавилось на 20. И та, да, пятерка, которая с вами начинала, тоже ищет людей. И в итоге у вас получается 25 человек в команде, да, исходя из одной регистрации в день. Итог, что у вас уже получается товарооборот 1250 баллов, да, вы поняли мои расчеты, поставьте, пожалуйста, плюсики, а то я перескакиваю строчки, потому что один раз объяснила, мне кажется, второй раз вам уже понятно, да, не будем так сильно глубоко уходить, да, и это получается товарооборот 12-ти процентного лидера. И третий каталог работы, ваша структура из 25 людей, да, та двадцатка, которую вы нашли во время второго каталога, и та пятерка, которая с вами была в первом каталоге, вы все рекрутируете, и вот как раз вот эта вот структура из 25 людей, также ищут по одной регистрации в день, и в вашей структуре насчитывается уже 620 человек, 125 из них активных, это нормально, иметь одну четвертую активных. Вот, и теперь мы с вами, одну пятую, извините, да, активных, и теперь мы с вами посчитаем весьма приятные цифры, потому что, если у вас 125 человек в вашей структуре делают по 50 баллов, да, то это 6250 баллов, и это товарооборот старшего директора, и выплаты от 45 тысяч рублей. Но если не готовы, то мы в среднем с вами считали, что новичок выходит на 6%, он уже немаленькие суммы отдает вверх, да, высшестоящему лидеру, который отдает баллы, да, то есть получается, что, во-первых, вышестоящий наставник получает зарплату, да, новичка, во-вторых, получается, что и новичок много привилегий теряет. Если ему эти привилегии донести, то не факт, что новичок не будет делать. У меня очень много приходит именно в ВИП-консультантов, потому что, когда я рассказываю про уровень ВИП, то 50 баллов для них легко. Поняли фишку? 50 баллов легко, если рассказать, что есть намного больше привилегий. Не нужно новичку рассказывать про меньшее, да, не нужно. Как правильно посчитать? Вот, кстати, я не знаю, как правильно посчитать, но мы работаем по методу Распупова, и мы работаем еще, вот я смотрела вебинар прошлого круга активного роста Алены Грядиной, у нас авторекрутинг на Ютубе. То есть мы работаем и по методу Распуповых, у нас идет регистрация с Ютуб-канала, у нас идут регистрации с группы, да, то есть, и, конечно, еще люди начали идти на результат, да, то есть, сначала у вас маленький комочек, и вам все непонятно, да, вот вам говорят, бери, делай, ой, ну зачем, я не понимаю, зачем, вот это не буду, это не буду, но это ошибки каждого начинающего лидера, поверьте, все у вас будет хорошо, если вы будете слушать своего наставника, да, мы с вами все, наверное, помним анекдот про попугая, кто помнит анекдот про попугая, может, у кого-то он есть в закладочках, напишите его, чтобы все поняли, да, что вот попугай повторял за наставников и быстрее всех вырос, да, еще раз, фамилию веба по ютубу можно, не поняла, 10-15 по статистике, значит, Анюта, что-то ты как-то не так созваниваешься с новичками, я вам сейчас расскажу немножечко еще, как я веду себя со своими новичками, конечно, не со всеми, только с теми, кто идет на это, но я вам тоже поделюсь, конечно, будет, конечно, будет, ну, если так думать, у людей не будет денег и к вам будут приходить люди, у которых нет денег, нужно мыслить немножко по-другому, вы знаете, если по методу распоповых, вот я вам хочу сказать, что я, допустим, работаю по методу распоповых, но я не сильно работаю в одноклассниках, то есть семья распоповых нацелена на работу в одноклассниках, они больше нигде не работают, мы же работаем в Facebook, мы работаем в Instagram, мы работаем в ВКонтакте, и ВКонтакте у нас сейчас на данный момент самое наибольшее количество регистраций, понимаете, вот, дорогие коллеги, у кого есть под рукой метод распоповых, вы, пожалуйста, сбросьте, пожалуйста, в чат, сбросьте ссылочку, потому что я сейчас не откопаю, вот, и так, и последнее время начала работать очень хорошо одна наша идея, вы знаете, есть, конечно, есть вебинары о работе ВКонтакте, все есть, но я как работала, так и работаю, я могу вам выслать старую запись, только сейчас ВКонтакте я не только сообщения посылаю, я разнообразил слово, да, вот, пожалуйста, да, я делаю свой рекрутинг разнообразным, я то сообщения, то картинки ставлю, то лайк ставлю, то дружбу предложу, да, то есть и немножко, немножко, не 20, не 30 подряд, да, то есть если ВКонтакте 20-30 подряд дружб прошлепаете или 20-30 подряд сообщения разошлете, понятно, вас заморозит, нужно работать аккуратно, так и то морозит, потому что иногда вы можете попасть и снать уже модератора, а на страничке у него ничего нет, что он модератор, вы знаете, мы работаем с 12 страниц раз в 5 дней, у нас много страниц и наши страницы не блокируются, во-первых, у нас реально маленький сейчас охват людей, но у нас очень хорошо настроен авторекрутинг, про который вам расскажет как раз про YouTube, да, вот, поэтому вы сейчас мою работу не сравнивайте со своей, то есть вам нужно много страничек, вам нужен большой охват людей, чтобы создать команду и чтобы потом к вам на ваш результат директора, да, пошли люди, но это должно быть время, когда мы с мужем начинали, я вам честно скажу, у меня было очень много страничек, у меня было, сейчас мы не работаем вот в этой соцсети, но у меня было 100 страничек в соцсети «Мой мир», и я рекрутировала очень много в моем мире, именно в моем мире, в моем мире Фаберлика не было вообще, и я вам хочу сказать, что отклик у меня там был нормальный, нормальный, мой мир сеть тугая, раньше была, сейчас там вообще уже никто не работает, все ее забросили, да в принципе там и людей нормалит не сидит, извините, я сейчас мейл-агент отключу, но я оттуда начинала работать, да, и вы сами понимаете, если у меня 100 страниц, я делала огромный охват людей, я не жалела себя, я не делала по 300 человек в день, я делала по 500, по 600, да, вы это должны понимать, и конечно у меня было по 3, по 4 регистрации в день, а в первый день работы, когда я пришла в Фоберлик, у меня была база работы создана после другой компании, да, вы все знаете, что я пришла из компании, вот, из другой сюда, и конечно я свою команду не забирала, да, мы директора открыли за 5 каталогов, старшего директора мы открыли уже, так, за 5 месяцев мы открыли директора, а старшего директора мы открыли ровно за полгода, то есть мы не взяли быстрый старт, ничего, потому что, ну, плохо, мало знали о компании, не сразу поняли, что о ней нужно все изучать, не сразу вникли во все акции и подарки, и поэтому такой старт был для нас как бы не особо, да, крутой, но, что мне хочется сказать, мы опять-таки, когда рекрутировали, мы делали кое-что важное, что потом начали делать, вот, я сейчас вам это расскажу, и ваш рост умножится в 3, в 4, в 5 раз, да, то есть я это практикую и практиковала и буду практиковать, этот метод кто-то говорит, что очень для смелых людей, но я считаю, что я его хочу рассказать в открытый доступ, потому что для меня этот метод очень легкий, вот, вы сделаете это один раз и вы будете постоянно на плаву, да, я вам рекомендую созваниваться в соцсети, в вайбере, в ватсапе, в скайпе, с каждым своим зарегистрированным новичком минут на 15, да, вот, Илья правильно сказал, вот, значит, что, что говорить, после регистрации я новичку прямо в Одноклассниках, прямо ВКонтакте могу спросить, я могу сейчас вам 5 минут позвонить, показаться вам и дать полезную информацию о компании, буквально 5 минут, а не да, да, конечно, вот я за 5 минут успеваю этот текст сказать, а потом уже мы можем разболтаться, мы можем болтать 20 минут, да, болтать, заметьте, что все, человек меня увидел, он мне начал доверять и все хорошо, да, то есть, вот, вот это вот, да, очень легко сказать, когда вот, вот именно эта картинка у меня перед глазами, когда я звоню своему новичку, она у меня на рабочем столе, и перед тем, как позвонить новичку, без разницы, где соцсети, вайбер, да, ватсав, я вот этот текст открываю и просто по нему говорю, говорю с человеком, не дай бог, я что-то забуду, потому что кому-то важно, что компания передается по наследству, кому-то важно, что компания не тестируется на животных, кому-то нравится, что с 15% идет трудовой стаж и они начинают, АПП – это Ассоциация Прямых Продаж, да, то есть РДСА, вот, значит, поняли, да, фишечку? Поставьте, пожалуйста, плюсики, может быть, вы себе этот слайд заскрините, но в принципе он есть в группе для коллег Фаберлик в Одноклассниках. Скажите, нравится ли вам такая идея общения? Вот, моя идея нравится вам или нет? АПП, это, как вам даже сказать-то, это члены Ассоциации Прямых Продаж, да, туда входит очень мало компаний, туда входит очень мало компаний, звонить страшно, да, крутая, боюсь звонить, безусловно, нравится, хорошо, хорошо, ну, конечно, люди, которые боятся звонить, а я вам хочу сказать, не бойтесь, вы лидеры, вы будущие лидеры, когда-то вы будете директорами, когда-то вы будете проводить планерки, так же, как и я, будете сидеть, и поверьте, вам будет нравиться получать свои деньги, вам будет нравиться, что ваши лидеры начинают с помощью вашего обучения тоже хорошо зарабатывать, вам будет нравиться дергать с работы по найму умницы, красавиц, или молодцов, да, и делать их успешными, работающими на себя сильными людьми, вот, да, выводить человека на созвон лучше сразу после регистрации, сразу, вот он дал данные, вот ему пришел код, вот он выслал этот код, да, или можно даже код не дожидаясь спросить, вам удобно сейчас пять минут поговорить, да, или там пять-десять минут, все, да, то есть много, не надо у человека время занимать, не надо готовиться, не надо ничего там, можно позвонить без видео, потому что люди знают все это, да, я думаю, все заскринили, да, я могу перелеснуть, могу перелеснуть страничку, если нужно, я по чатам это разошлю тоже, ну, в принципе, это будут записи, можно и в записи заскринить, да, заикаться от переживания, ничего страшного, ничего страшного, просто текст прочитать, как-то его подготовить под себя, понятно, что я тут перечислила, о чем говорить, но у вас же у всех своя тактика общения, да, своя энергетика общения, как начать разговор, ну, здравствуйте, поздравляю вас с регистрацией, хочу вам сообщить, что вы находитесь в надежной компании, там, разрешите рассказать о себе, да, то есть я мама, допустим, я мама двух замечательных дочек, да, старше у меня 17 лет, младше у меня 3 годика, то есть я работаю в интернете уже 2 года, мне очень нравится, вот и все, нет, я не записываю эти видео, потому что у меня люди быстро становятся директорами, им не нравится, когда я это все показываю, но я вам просто вот сейчас показала этот текст, самое главное улыбаться, быть позитивными, ни на что не жаловаться, и не надо, если вам попадаются лидеры, которые говорят, у меня нет денег, я не хочу, не надо тратить на них много времени, всего доброго, до свидания, как захотите стать директором, пожалуйста, да, вот у меня тут девушка одна, тоже не хотела, не хотела, но вот я ее задела фразой, что компания возит лидеров за свой счет в другие страны мира, плюс компания награждает лидеров чеками на сцене, плюс есть квалификационный бонус 55 тысяч, хотя она с Казахстана, она перевела эти деньги, сходила через конвертер валют, да, вот представляете, я сказала валюта, мне ее страна ошиблась, я говорю, с уровня золотого директора, я говорю, вы будете получать драгоценные значки, с уровня, минуточку, бриллиантового директора, вы уже будете получать драгоценные значки, с бриллиантами, с самыми настоящими бриллиантами, поверьте, они есть, эти бриллианты, да, нет, по-моему, с уровня золота, уже с одним бриллиантом значок, извините, я уже запуталась в значках, вот, да, то есть, и вот лидеру вот это понравилось, потому что она девушка, да, ей нравятся драгоценности, она тоже захотела, а покажите мне, я вот ей вот в камеру сидела, и показывала этот значок, да, то есть, ну, знаете, такие вот обычные значочки, сейчас я любой возьму, а вот, вот как раз, смотрите, вот как раз у меня за золото, да, за, нет, не за золото, а за серебро, да, вот такой вот значочек, да, или драгоценный, это чистое золото, проба 585, и так далее, да, вот такие вот примерно вот дают украшения, да, это тоже здорово, это тоже мотивация их получать, мотивация приколоть на банкет какой-то, да, фаберлик, и ходить, и все будут видеть, что вы директор, это тоже красиво, это тоже здорово, да, да, вот было очень приятно получить значок с тремя настоящими бриллиантами, да, да, тоже приятно, конечно, компания всячески нас поддерживает, компания всячески за нас двумя руками, лишь бы мы росли, да, мы создаем компанию товарооборот, а компания нас прям, да, в овациях купает, но, смотрите, тут еще самое главное, вот я ей дала видение того, что на работе по найму вам так не сделают, хоть вы будете суперкрутым передовиком, да, там, не знаю, прям самым крутым в цехе человеком, или там самым крутым продавцом, да, и так далее, не важно в какой сфере деятельности вы работаете, да, самое большее, что вам сделают, это вас просто похвалят, и все, идите вы дальше, так ведь, так ведь, да, а тут смотрите, какое признание, уважение, помимо, на самом деле, хороших выплат, нет, это платье из коллекции Базис, это Бурматиков наш, я Бурматикова почему-то очень люблю, как он выпускает, как он делает, это Бурматиков, конечно, конечно, и хвалить не всегда стараются, да, скажи спасибо, не штрафанули, ой, вон она-то больше всех получила, о, выдра, да, как-то, как я тогда отработала 3 на 1, целый месяц, мне надо было дочке комбинезон на весну, так я получила зарплату, я говорю, девка, я столько получила, я столько получила, то, что я ходила по 12 часов 3 на 1, это никто не видел, как я получила зарплату, все спросили, а что это нам меньше-то, да, вот, вот так вот, поэтому, да, тут меня моей зарплатой никто не попрекнул, все знают, что я работала и заработала, и все знают, что они так же будут работать и так же заработают, да, проблем нет, директора очень переживают за ваши выплаты, чтобы они у вас росли, и так, скажите, пожалуйста, такой вопрос, да, вот такой просто разговор, который у нас сейчас был на слайде, он на самом деле дает колокольчик, колоссальный прирост, мой рост умножился, я вам на самом деле говорю в несколько раз, и вот вы поняли, что сейчас нужно дать обычную простую информацию, очень много людей в интернете нас просто путают с, как бы это ни было унизительно, со всякими хайпами, пирамидами, да, вы с нами согласны, что вот когда вы пришли в интернет, да, пришли к человеку, вы его не знаете, во-первых, этого человека, да, и в принципе, вот есть какой-то недоверие, какая-то недомовка, а когда вы знакомитесь, вот там уже возникает самое классное общение, и самый хороший рост, хорошо Анастасия, я не знаю в каком вы чате, но вы можете также сделать скриншот записи, если я раскидаю по чатам эту картинку, но вдруг у вас нету, да, я обязательно еще вот видео выложу, да, видео вот в открытом доступе, далее, значит, что у нас с вами получается, рекрутируем, регистрируем, созваниваемся, а потом ведем по шаблону переписки своего директора, все, вам кажется, это простым, да, ведем по шаблону переписки, и зовем в группу активного роста, вот, да, поэтому я думаю, это здорово, но картинку с разговором мы долго, а у меня еще для вас есть несколько новостей, поэтому я верну эту картинку в конце для вас вебинара, хорошо, вот, и, конечно, давайте с вами постараемся, для чего нужен созвон понять, во-первых, тот, кто боится созваниваться, знайте, что вы знаете в 5 раз, в 10, в 20 раз больше своего новичка, который только отправил данные, это 100%, а с этим слайдом вы знаете всю основную информацию, которую нужно дать, да, и сейчас встаньте на место новичка, он приходит в чужую команду, к незнакомому человеку, боится пирамид, боится интернета, ничего не понимает в компьютере, да, а вы возьмете и расскажете, что тут все официально, легально, да еще и по наследству передается, да еще и свой рекрутинговый сайт дадут, да еще и это, да еще и то, да еще и пятое, десятое, да, то есть с новичком нужно просто пообщаться, вы знаете, больше всего удивляются людей на то, что у нас все официально, легально, что у нас белые доходы, идет стаж, вот на это удивляются, понимаете, про поездки, они очень часто слышат, да, что компания там возит своих лидеров, засущат, это они часто откуда-то слышат, а вот то, что в компании стаж и белые доходы, реально лидеры скидывают брови, говорят, да, вот я удивлена, что столько людей не знает, то есть они мне скидывают данные, но не знают, куда они скидывают, вот тоже очень интересно, да, то есть вот тут еще идет, вот как вам сказать, на уровне энергетики, нужно верить, что к вам, у вас будет много регистраций, к вам придут люди, что ваша команда быстро вырастет, и что к вам будут приходить только молодцы и умнички, и вот тогда у вас тоже вот это вот, да, то есть положительный настрой, знания, действия будут равняться результату, это очень-очень важно, вот, и вы знаете, кто-то ярый противник фильма «Секрет», это я вот фильм «Секрет» очень люблю, посмотрите его, и вы поймете, о чем я вам говорю, и оно на самом деле работает, да, вот у кого есть время, да, вот вы будете, допустим, рекрутировать, и включите фильм «Секрет», да, то есть мы с вами рекрутируем по 3-4 часа в день, и как раз фильм идет примерно час 20, вы как раз успеете его посмотреть во время рекрутинга, да, я люблю фильм «Секрет», да, вот как раз, Елена, понимаете, да, о чем я сейчас говорю, вот, как вы думаете, какая самая главная причина позвонить новичку, что произойдет во время созвона, ваши догадки, умницы, 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 красавицы, все, молодцы, вот это я, вот это я и пыталась до вас донести, что если вы зарегистрировали лидера, и вы ему показались, вот это знакомство, вот эта коммуникация, это повод вам доверять, и не особо важно, да, что вы там, идеально вы расскажете о компании или нет, лидер перестанет бояться, он видит, что перед ним обычный, живой такой же человек, и что работа в интернете, это более чем реальный. Итак, дорогие коллеги, приглашаем вас всех на фабрику директоров, группу активного роста, следующее занятие уже будет закрытым, ссылочка и время проведения занятия будет в чате активного роста, если вы еще не в чате активного роста, но у вас есть с момента регистрации, 5 регистраций проведенных лично, и 25 баллов сделанных, обязательно отпишитесь своему директору, и он вас добавит в чат активного роста, или в чат фабрики директоров, не обязательно отписываться основателем проекта, допустим, Ани Кононовой, Николаю Андрею Критонюшу Сафроновой, не обязательно, вы отписывайтесь, можете отписаться своему наставнику, если вы не знаете, кто ваш директор, отпишитесь своему наставнику, а наставник уже пошлет ваш ник скайпа, чтобы вы попали в чат активного роста, да, то есть вот таким вот образом, если не получается регистрировать людей, вам нужно в четверг сходить на вебинар, как регистрировать людей по всем четырем вариантам, и что им после этого высылать, тоже вебинар открытый, все ссылочки даются, первичные инструкции даются, вот, и, конечно же, да, и домашнее задание для тех, кто уже начнет проходить обучение, кто уже уверен, что он успеет, или, допустим, оплатить заказ на 25 баллов, успеть, да, до следующего занятия, или уже проходит обучение, хочет пройти второй раз круг активного роста, это создать три странички в Одноклассниках, три странички ВКонтакте и три странички в Фейсбуке, и заполнить отчетность, дать ссылочки на странички, в табличку своего директора, таблица будет выдана чуть позже, да, таблица будет выдана чуть позже, вот золотые слова, Анастасия, пока берем количеством, потом наберемся опытом и качеством начнем брать, вот именно так я и начинала, вот, вот прям золотые слова, Настя, умница прямо, вот, да, вот жалко, что я вам это не сказала, но вот Настя молодец, она поняла, она поняла, как рекрутирую ВКонтакте, ага, хорошо, все записали домашнее задание? значит, как рекрутировать ВКонтакте, я вышлю в чате активного роста, это надо искать, это надо реально долго искать сейчас, потому что я давно не вела, как я рекрутирую ВКонтакте, странички должны быть новые, можете не оформлять, никого туда не приглашать, но просто сделайте, то есть у вас получается суммарно за три дня вы делаете девять страничек, так, ну что ж, дорогие коллеги, давайте я сейчас вам покажу слайд знакомства, вот, созвона, извините, да, покажу вам слайд созвона, сделайте скрины, и делайте скриншоты, и на этом наш вебинар с вами заканчивается, скажите, пожалуйста, сейчас какие-либо вопросы у вас есть, или давайте я остановлю запись, и, наверное, поищу, наверное, я не найду, скорее всего, мужа на компьютере запись вебинара по активному росту, потому что он вел активный рост по рекрутингу в одноклассниках, поэтому и ВКонтакте тоже он вел, скорее всего, на его компьютере запись, и на его YouTube-канале, надо копать, тем более они с доступом по ссылочке, поэтому я сейчас вот так резко не найду, да, но я себе записала, все, я точно найду, я точно вышлю. Очень полезный вебинар, очень рада. Если у вас есть какие-то странички до того, как вы начали создавать новые, да, по заданию, то они не считаются, создаем с момента момента, вот с сегодняшнего дня, 9 страниц, поверьте вам, они пригодятся в работе, это ваша база для рекрутинга. Я вам рекомендую заводить по 20 страниц в каждой соцсети, вот это будет сильно. Поэтому не жалейте сил, не жалейте времени, потихоньку создавайте базу для работы. Методы работы будут разные, будут путем общения через соцсети, будут путем приглашения через группу, все они работают хорошо, директора с вами поделятся обязательно, самое главное, ходите на все, вы выберите свой метод, но я вам хочу сказать, что для меня самый лучший способ рекрутинга это живое общение через соцсети и сразу же созвон в эту же минуту после регистрации с человеком. Мне это очень подошло, мне это очень понравилось, это мой конек, и поверьте, за два года мы сделали результат 200 тысяч баллов, мы открываем международного директора по итогам этого каталога, нам осталось всего лишь 300 баллов, за два года и четыре месяца работы у нас открывается еще один директор и мы становимся международными директорами. У нас 45 полноценных директоров в глубину, да, и мне хочется сказать, что наш результат любой может повторить, если слушать, понимаете, если слушать и применять, и мы вам желаем только добра, только добра желаем, и я лично, вот вы знаете, буду очень рада, если кто-то сможет на самом деле открыть международного директора, я буду безумно рада, я буду очень-очень рада, я буду гордиться, что на нашем проекте есть директора такого ранга, да, как вы понимаете, это уже элита фаберлик, да, вот, и вы, пожалуйста, советы директоров, которые сами выросли, и у которых есть опыт, слушайте в первую очередь, и не слушайте тех, у кого что-то не получается, и тогда у вас будет и рост, и знание, и умение, и во всем вдохновение, вдохновение появляется тогда, когда у вас начинают расти выплаты, и начинают расти ваши люди под вами, и вы увидите, что они начали зарабатывать денежку, и вот с этого идет вдохновение, но чтобы увидеть этот рост, нужно сначала слушать тех, кто вырос, да, и ценить эту информацию, пусть она и бесплатная, да, пусть она не так красиво подана, как вот подается там профессиональными спикерами, ну, извините меня, зато мы знаем, что мы это сами сделали, и что мы это сами добились, и что мы точно знаем, что то, чем мы делимся, оно точно работает, понимаете, оно точно работает, и принесет вам результат, вот что самое главное, не важно, красиво говорит человек, или некрасиво, самое важное, чтобы вы понимали, чтобы вы шли за человеком, у которого результат есть, это Светочка из шаблона переписки от Катюши Оглоблиной, кстати, тоже неплохой метод, неплохой метод, да, но я рекомендую все же и картинки, и сообщения, если ссылка какая-то, ссылку вы посылаете всегда, каждый раз, каждую ссылку через сократитель, да, то есть не пропустили ссылку через сократитель, и весь день одну и ту же ссылку, да, через один и тот же сократитель рассылайте, а прям каждую ссылку через сократитель, вас будет меньше морозить, да, вас будет меньше морозить, разные ссылки на всех страницах, вот у нас недавно у девчонки заблокировали 20 страниц ВКонтакте, что случилось, мы ничего не понимаем, искали, искали, по ЭП думаешь, что ли хлопнули, ты в один день странички создала, да, в один день, молодец, в один день создала, в один день потеряла, По одной страничке в соцсети, вот мы уже как два года создаем, и ничего нас не блокирует, и все у нас в порядке, морозит, морозит, да, вот, еще что хочется сказать, что вот тоже был случай, также у девчонки заблокировали 9 страниц, но это же труд создать, раскрутить, да, вот, стора можно, да, вот, да, то есть она опять-таки одну ссылку сделала, сайт-прокладку под рекрутинговый свой сайт, и вот эту сайт-прокладку одну и ту же на все 10 страниц нашлепала, и ее, бац, все 10 страниц удалили, вот, понимаете, такие вот ошибки, вроде как, мы должны с вами это понимать, но наши новички это не понимают, да, просто звоните им почаще, вот, рассказывайте эти мелочи, или затаскивайте их за уши в активный рост, прям за уши тащите, чтобы они нашли эти 5 регистраций, сделали эти 25 баллов, и уже были с нами, и были с нами каждый круг. С разных IP много создавать можно, вы знаете, я создавала через Тор, я меняла, перезагружала браузер, IP у нас меняется, я все это делаю, я вам честно скажу, я все равно создаю по одной страничке в день, я не создаю больше, мне не нужны вот эти все перезагрузки, все эти смены, я просто потихоньку создаю. Машенька, если у тебя получается, да, то видео, как пользоваться Тор браузером, да, там, новую личность ставишь и создаешь страничку, я тебя правильно поняла, да, Маш? Тор браузер, ну, это, да, да, то есть это видео есть в нашем шаблоне переписки, у кого есть шаблон переписки от Ани Кононовой, пожалуйста, скопируйте, вышлите, я думаю, что будет очень интересно. Медленно работать, вот тоже верно, да, вот когда, допустим, открываю браузер, да, один, вы знаете, что у меня все в подхромиках, да, в подбраузериках, все странички разложены, я один подбраузерик открыла, я отработала одну ВКонтакте, одну Одноклассники, одну Фейсбук, я отработала, я оставляю этот браузерик, открываю вторую, открываю третий подбраузерик, да, и вот таким вот образом я обхожу вот эти вот странички, да, количеством разнообразным, поэтому я вас учу уметь работать в разных соцсетях, чтобы вас меньше блокировали, иногда бывает такое, что вы можете с одного IP выйти с 10 страниц в день, и вас могут заблокировать, если у вас IP статистически, если же он у вас меняется, он у вас динамический, то это очень хорошо, да, вы вышли с трех страниц, отрекрутировали, перезагрузили там модем, еще что-то, опять зашли, также есть, конечно, всякие разные прокси-сервера, но недорогие их покупать, дешевых сейчас нигде найти невозможно, также есть какие-то облаки, там можно покупать, да, и на эти облака там вбивать, три таких, три таких, три таких, чтобы они были с разных, да, то есть можно все, что угодно, нет, я, Наташенька, обхожу 12 страничек, то есть три обхожу ВКонтакте, три в Одноклассниках, три в Фейсбуке, три в Инстаграме, потом я с этих страничек сижу, вот дело в том, что, понимаете, вот сейчас у нас настал тот период, что я больше 12 страниц в день я не обхожу, мне не надо, мне не надо, даже если я вообще не буду рекрутировать, я вам честно признаюсь, что на авторекрутинге у меня одна регистрация в день, но будет, или придут на бренд, или придут на, с канала YouTube, с какого-нибудь видео, да, о продукции, или еще что-то, что-то все равно есть, как разложить работу по полочкам, да, Ириночка, все правильно, как разложить работу по полочкам, вот, поэтому я не обхожу с одного IP, но если вдруг мне захочется побольше порекрутировать, да, или муж вот у меня рекрутирует очень часто, чтобы не потерять, да, вот эту сноровку, он перезагружает модем, проверяет через 2 и про, меняется, IP меняется, и он снова открывает, но прежде чем поменять IP, он те странички закрывает, но ему не нравится закрывать те странички, потому что вы утром отрекрутировали людей, они могут написать в 3, в 5, в 6 вечера, да, то есть вот таким вот образом мы сейчас работаем, не торопясь, да, вот у кого не меняется, тем более надо осваивать все соцсети, а не только в одной соцсети Мария, и проблема будет решена, можно работать и там, и на досках объявлений, и везде, как хочется, да, то есть можно там, не знаю, побольше обзоров на продукцию снимать, но таких, чтобы они были вкусными, да, то есть произвести хорошее впечатление, вы знаете, что сейчас конкуренция огромная с обзорами, если вы снимете просто обычный обзор, вот это, допустим, баночка, я ее купила, вот такие вот они, так вот она, да, была тут мембранка, вот они такого цвета, да, это вкусно, пользуйтесь, да, вот такие обзоры, они не принесут, конечно, да, не принесут пользы, что-то интересное, да, вот урвала скидку там, по скидке, да, вот, что такое, вот, чтобы люди видели выгоду, выгоду в регистрации. Квипом муж пользуется, я не пользуюсь, муж пользуется, Ольга Дубяга пользуется, она недавно проводила вебинар по Квипу, да, 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 это все есть, есть, но есть у мужа, муж, да, пользуется и не блокирует странички, все нормально. А, им плюс не пользуюсь, честно скажу, не пользуюсь, Квип, он не у всех устанавливается, и вот у кого не устанавливается, вот как раз пользуется вот этим вот им плюс, если я правильно называю, да, как раз им пользуется, вот, да, да, именно. И, конечно, очень здорово, когда у вас, вы идете куда-то, да, вам раз, пришло сообщение, да, вы в телефоне, вот, да, вот с этого им плюс видите, ага, мне пришло, сразу же ответили. То есть очень легко вам брать, когда горячо, да, то есть человек не расстраивается, что вы ему два часа не отвечаете, пока вы там сбегали ребенка, к примеру, из садика забрали, да, сбегали в магазин, быстренько прибежали, да, там мясо на разморозку поставили, бегом за компьютер, да, а человек говорит, ой, она мне два часа не отвечает, что я писала, фу, ну, ее уже черный список успеет занести, да. А вот такие вот программки, как им плюс, они как раз вот и дают вот эту вот возможность держать руку на пульсе и брать, когда горячо, и брать тогда, когда еще время не вышло. Вот, тоже, да, тоже очень удобно, тут тоже есть такая фишечка при рекрутинге, мало сделать охватристый человек, главное, человек, когда он начинает отвечать, вот, да, вот, с ним пообщаться, поговорить. Кстати, можно и до регистрации позвонить, и вот это же все самое рассказать, да, если у человека есть какие-то сомнения, пожалуйста. Вот, иногда люди сомневаются, я говорю, ну, давайте я вас наберу, вкратце вам расскажу о компании. Давайте, я открываю вот эту все картиночку и начинаю говорить, рассказывать. Ну, вот, и, в принципе, вот, все нормально, все хорошо, и я очень даже и довольна. Итак, дорогие коллеги, очень всех вас ждем на Ассамблее в 2017 году в Москве. Так, если вы пройдете по совести, для себя, и, да, то есть, все равно у вас не сможем так круто, как даже сказать-то, да, так круто контролировать, да, то есть, вы все равно сами над собой имеете, пожалуйста, контроль, обучайтесь. Это директора, которые машут вам ручкой с прошлой Ассамблеи Феверлик, на которой бывают только директора. Я вам советую побывать на мероприятии, где полторы тысячи успешных лидеров не ниже ранга директора. Это того стоит. Вы просто почувствуете энергетику, и вы поймете, сколько людей реально успешных, реально работающих на себя и реально забывших, что такое труд по найму. Нужно быть открытым директором, да, нужно быть открытым директором, и тогда вас уже возьмут. То есть, вы можете открыться прямо в августе, да, открыть уровень директора, и все, у вас уже будет светиться билетик. Подойдет, Ниночка, подойдет. Ой, да, конференции у нас, конечно, шикарные. Ну что ж, дорогие коллеги, я...